всем привет не знаешь где найдешь где потеряешь или куда несет меня неведомая сила куда несет меня эта неведомая сила страсти к музыке к прослушиванию и и уносит совершенно непонятные области сознания души тело даже даже тело видоизменяется при прослушивании той или иной записи вот самая главная неведомая сила это конечно майлз дэвис видно на пластинку показанием нефертити вышла она темная такая черная вышла она в 1968 году записано в шестьдесят седьмом за четыре дня это долго для мальдса дэвиса вообще-то работа была серьезная состав прекрасный как всегда других составов не бывало у дэвиса майлз дэвис труба соответственно и общее художественное руководство которое может быть даже главнее чем труба вайн шоттер обожаю тенор саксофон обожаю вайна шоттера с молодых ногтей с тех самых пор когда я впервые услышал группу weather report с вайным шоттером и он меня поразил именно в беда репорт потом я уже стал копать и находить его сольные пластинки его записи с майлз дэвисом но то что вы дали пор до сих пор меня просто сметает настолько ну как говорить про музыканта настолько настолько у него и мягкий звук и в то же время такой пробивной мощный мягкая сила вот про вайн шоттера что я могу сказать выражаясь современным языком языком современных политиков мягкая сила саксофона вайн шоттера херби хэнкок представлять не нужно до фортепиано рон картер бас и тони вильямс ломовой совершенно барабанщик музыку тони вильямса я услышал впервые тоже в года ранней ранней юности когда очень увлекался махавишна оркестра и вообще игрой джона маклафлина я до сих пор и увлекаюсь но как-то так случилось что я познакомился с музыкой маклафлина со совсем еще в зеленые свои годы и попала мне в руки пластинка тони вильямс лайфтайм с маклафлином и вот я уже тогда просто понял что вот это барабанщик так барабанщик это не просто барабанщик это композитор музыкант с большой буквы про исполнительское мастерство я уж молчу вообще и я так и думал что тони вильямс лайфтайм это такой фьюжен бешеный но оказалось что опять-таки годы идут информация поступает пластинки появляются и тони вильямс это конечно один из величайших джазовых барабанщиков их много я говорю один из я никогда не говорю самый лучший самый лучший гитарист на свете там ричи blackmore сразу бог и все и до свидания один из лучших джазовых барабанщиков пластинку эту шутку я назову назову в шутку третий раз повторю в шутку не принимайте всерьез совсем хотя доля истины здесь есть последний альбом майлса дэвиса который был отрепетирован вот так в этом есть доля истины потому что все что было записано после этого альбома на протяжении следующих наверное лет шестьдесят седьмой ну лет 7 8 точно это было в чистом виде импровизация ну в большинстве своем все вот эти фьюжен альбомы потрясающие до которых мы дойдем обязательно они все конечно просто на раз сыграны но она была и не первая такая потому что и до нее были изумительные вещи например та самая знаменитая пластинка kind of blue она полностью с импровизирована никто из музыкантов вошедших в студию на сессию записи не знал что вообще они будут играть и получился один из главных альбомов джаза двадцатого века и ну джаза двадцатого века это не очень правильно сказано вообще музыки двадцатого века kind of blue я имею ввиду но тем не менее это последняя отрепетированная пластинка хотя я не помню кто по моему хэрби хэнкок говорил а может быть не хэнкок может быть уильямс что репетировать то они репетировали но во время записи сыграли все совершенно не так как репетировали например произведение под названием madness который написал хэрби хэнкок первая на второй стороне пьеса она репетировалась как такой медленный вальс в результате получилось совершенно полное сумасшествие собственно как и называется madness начинается с очень странных но может быть уже привычных даже соло дэвиса и шоттера не сказать даже в стиле kind of blue но вот в этом самом модальном джазе игнорируя гармонию до игнорируя все по аккорду ладовое построение слова совершенно непредсказуемое и вот так она идет 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 нарастает 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 потом все таки это пьеса хэнкока потом хэнкок перетягивает на себя все он играет от самого начала вместе со всеми да но потом перетягивает на себя и начинается какая-то такая условно можно сказать лирическая часть когда свободная форма фортепиано игры хэрби хэнкока абсолютно свободная а соответственно и непредсказуемая что он сыграет следующую секунду никто не знает и я так подозреваю что и сам хэнкок не знал что он следующую секунду какую ноту он возьмет и потом она все-таки как-то так структурируется вот это вот полотно хэрби хэнкока фортепиано структурируется и превращается в понятную достаточно такую запоминающуюся мелодию riot следующая песня песня я скажу да пи пьеса на второй стороне тоже принадлежит хэрби хэнкок у бунт и снова соло дэвиса соло шортера потом они играют в унисон включается хэнкок естественно он самого начала включился нападной вот так сказать поднимается его значимость поднимается 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 но хэнкок он кто он же чрезвычайно мягкий в музыке человек он никогда не играл агрессивную музыку никогда даже в самых страшных своих записях электрических там 70-х годов в этих пластинках полностью электрических жестких с фанковым таким грумым с фанковым наездом казалось бы страшных особенно вот этот crossing но они не страшно и не агрессивные они скорее таинственные таинственные загадочные такие джунгли вся вот это вот колдуны и ведьмы одним словом африканские вуду бог страшно но никогда у хэнкока никакой агрессии у него настолько чистая оптимистичная музыка всегда так же как у чика корея один сплошной свет и здесь несмотря на то что это рает что это бунт он тоже какой-то бунт такой не сказать чтобы веселый но такой веселенький немножко хотя под финал немножко духовые наезжают и вот так вот все переплетается и вспоминается даже немножко орнет коллман такой какой-то а тональщина такая начинается хоть и очень здорово на самом деле все заканчивается пластинка pinocchio произведением уайна шортера pinocchio известно наверно многим по моему любимому вода репорт пластинка мистер гон здесь играется pinocchio но уже в составе в это репорт ван шортере и сделал и основная музыкальная фраза из этого самого pinocchio играется не только саксофоном но и синтезаторами джо завинула но джо завинул там понятно что главный и он все что можно вместо война шотера сыграл на синтезаторах на тяжелом этом вязком звуки своем пьеса стала там покороче приложили руку все и барабанщик и жака пастоиус наиграл этом pinocchio такое количество нот которого нет наверное на всей вот этой пластинки в pinocchio все сыграл жака пастоиус стало от этого лучше я не знаю но стало по-другому ну здесь pinocchio почти на 7 минут если не изменит нет на 5 минут madness 7 минут и главная штука под названием нефертити заглавная пьеса 7 минут на но в общем здесь pinocchio подлиннее чем в версии года репорт но очень хороша прозрачно быстро агрессивно с яркими фразами с яркой фразой одной уайна шортера на которой строится вся эта пьеса очень хорошо но начинается с нефертити собственно говоря главная изюмина этой пластинки все отмечают и я впервые в первую очередь в первую очередь потому что я рассказываю да в первую очередь отметил то что очень необычная здесь функция ритм секции одна единственная музыкальная фраза которую играют в унисон шертеры дэвис это 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 потом она ужимается сокращается половина нот отбрасывается остается ровно половина из этой фразы и эта фраза все 7 минут идет меняя тональность повышается потом чем повышается как-то так по полу то нам очень напряженно и прямо вот с каждым тактом напряжение нарастает 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 потом начинает также опускаться вниз опять напряжение еще сильнее делается от этого опускания этой фразы и вот они играют эту фразу а ритм секция под ними импровизирует как хочет играть совершенно другое что-то совершенно другое такое ощущение что в разных комнатах сидят в одной комнате сидит трубачий саксофонист во второй комнате сидит басист и барабанщик и вот они играют каждый свое ну какие-то рамки тактовые все-таки присутствуют но полная импровизация ритм секции идет под абсолютно конкретной ритмически точные и не сбиваемые совершенно вот это вот вот этими повторами этой фразы ну а хэн как отдельно вообще где-то сидит на чердаке что-то играет свое удивительным образом все это складывается вместе и получается очень красиво в этом гениальность замечательных артистов и так пьеса кстати война шортера тоже нефердити фол 2 2 номер это тоже вайн шортер это же самое ритм секция живет своей жизнью хэн как живет своей жизнью а труба и саксофон в отдельном помещении находится и играют очень красивую медленную прозрачную такую историю то по очереди то в унисон об унисон значит все таки это отрепетирована и написано эта мелодия не просто импровизация я же говорил что эта пластинка отрепетирована было что не характерно для позднего дэвиса ну позднего это условно начиная с 1967 года последний акустический альбом дэвиса после этого пошло электричество и пошла уже сплошная импровизация а здесь отрепетирована в унисон очень сложные истории музыкальные играют сыграли и пошел хенд джайв заключительный номер на первой стороне который написал кто правильно тони вильямс барабанщик и здесь уже и ритм секция и фортепиано и духовые все играют вместе и играют что-то такое отдаленно похожие на бибоб отдаленно похожие на привычный всем джаз но поскольку написал барабанщик не просто барабанщик а то не вильямс размашисто разудала с такими просто барабанными чудесами все это грохочет гремит звенит шуршит трещит ну и сверху конечно дэвис со своей трубой с этим его глисанда вот 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 это вот это вот все его чудеса и уайн шортер с мягкой силой своего саксофона в общем удивительная классинка она достаточно сложная кажется сначала с первых там десяти секунд прослушивания а потом оказывается нет оказывается очень интересно здорово и и очень по-человечески что приятно никакого такого коммерческого расчета который зачастую слышен в музыке когда музыканты стремятся продать альбом по побыстрее подороже и желательно побольше хотите аудитории ничего подобного свое удовольствие абсолютно все сыграно это все слышно это все ощущается поэтому хочу с вами поделиться если кто не слышал нефертити 68 год это будет отличным шагом первым шагом вступления в джаз хотя для первого шага это наверно крутовато конечно будет но тем не менее очень классный альбом так что я пошел пить бай бай